Время стремительно меняется Когда у меня появляется возможность, я приезжаю в деревню, знаете, там такой юмор, задор. Они такие оптимисты. Как-то спрашиваю у одной женщины, тетя Валь, как урожай картошки? Она мне говорит, да ничего, без убытку. Это как? Двенадцать ведер посадил, двенадцать выкопало. Я спрашиваю, это как? Столько же картоха выкопало, сколько посадило? Не, картоха гораздо более, объем тот же. Он видишь, в мяшку ляжет, картошка, черри. Это же все на ходу одни. Захожу в другой двор, там бабушка, божий одуванчик, ей, не знаю, там лет под девяносто, йоги позавидуют ее асане. Значит, она стоит, ноги на земле, руки в борозде, колени не согнуты. Вдвое сложилось? О, растяжка. И черри от не черри отделяет. Я с восторгом говорю, вот какие же вы молодцы все-таки. Вот что значит, живете на воздухе? Физический труд, экологически чистые продукты, прекрасное здоровье, живете долго. Она так выныривает, говорит, Слав! Здоровье, оно, конечно, уже куды зря. А живем так, назло пенсионному фонду. Ты мне лучше скажи. А я, кажется, этот вопрос мучил целый год. И она называет мне имя популярнейшего телеведущего. Он был тут-то? Сын говорит, мать, чего ты буробишь? Замкнись, я не с тобой разговариваю с человеком. Он был у меня. Я говорю, что же этот популярный телеведущий у вас делал? Отраву продавал от коворадского жука. Я сперва, я не поверил, отрава какая-то странная, не такая, как обычная. А он мне, говорит, бабулечка, миленький, неужели я вас буду оманывать? Мне ж с травмота потом будет на весь телевизор. Сын опять встревает, говорит, у меня слуха ее. Мошенник тот был, как две капли воды, похожи на того ведущего. А я еще это, глянул, отрава какая-то странная. Сыпанул ее в ведрушку, ну, в ведро с водой, а она в реакцию не вступая. Ну, я рискнул, он тут порошок покушал. Левая. Представляете, какие герои в деревне живут? Они, прежде чем жуку давать, сами пробуют. Хожу по деревне, захожу, значит, в один крайний дом, у них прям лес рядом. Вот выходят прям они, старик со старухой, на пушку леса. И у них много-много кошек. Я говорю, чем же кошечек кормите? Дед говорит, а зачем их кормить-то? Няхай мышей лавить. А они мышей лавить тут сами живут. А бабка говорит, это в городе у вас там кошачий корм дороже, чем людячий. Показывали передачи. Ой, и целуются они с этими котами, хозяева. И пляшут они по ним, эти коты. Ну, а я же еще моржую в любую погоду, многие знают об этом. Иду в одних шортах, на улице холодно, практически уже льдом подернулось. А я иду, значит, в речку нырять. И другой старичок меня увидел, бабки свои, говорит, ох, я его сейчас пропясочил. Говорит, ты чего, сбесился? В такой холод ныряешь, ходишь по селу голяком. Я говорю, дядь Петь, ну я же хочу быть ближе к природе. А вот это молодец. Вот это молодец. А ты, скажете, мясо не ешь? Нельзя, надо мясо есть. Я говорю, ну понимаешь, дядь Петь, ну мне жалко. Корову жалко, она же все-таки мать, она кормилица. Мясо не ем до 32 года. Жалко мне, хочу, знаете, быть добрее. А вот это молодец. Вот это молодец. Ну а не опьешь-то? Чего не опьешь-то? Свойский самогончик у меня есть. Пойдем я тебе поднесу. Я говорю, дядь Петь, да не хочу, дурачков. Потом быть, выпью, раздурачусь. Ну не хочу. А вот это молодец. Вот это молодец. Ну а мы так с ним распрощались. Я иду и слышу, он бабки своей говорит. Ты видишь как, я его хотел пропясочить. А он сюда молодец. Посетил еще одну семью. Там, значит, дочь матери жалуется. Говорит, муж вчера приперся пьянишей. Буробить, буробить всю голову забил. Буробить. Буробить, значит, глупости говорит. Буробить, ну, в нетрезвом состоянии. Мать на нее смотрит. Говорит, дочь. Ну, буробить все-таки лучше, чем буянить. Народная мудрость женщины запомните. Ой, у них, знаете, у них все эмоции наружу. Вот они не сдерживают своих эмоций. Как психологи учат, чтобы в себе не носить все это. Иногда одна эмоция может поменяться резко на противоположную. Как-то дело было зимой. Гололед страшный. Все сидят, значит, по хатам. И самая древняя старушка, ей лет сто, может, с лишним. Никто не знает, сколько ей лет, потому что она сама не помнит. Выползла и только так скользит по этому льду. Клюкой отталкивается, как веслом. И так плывет в валенках. Я ей говорю, бабушка, ты куда? Сиди дома, не дай бог упадешь. Такой гололед. Она мне говорит, не волнуйся, лапуня. Всю жизнь хожу и ничего. Долг-то в хать сидеть. Надо развиваться. Брыка лежит на спине на этом льду. Я подбегаю к ней, наклоняюсь. Она мне прямо в лицо говорит, о, подлюка, нарек. Вот видите, только что был лапуня, и как резко поменялась эмоция. Давайте будем любить деревню и быть такими же открытыми и естественными. Всего вам доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ